Приветствую вас и сразу хочу сказать, что ни литература, ни практики какие-либо вам не помогут, потому что речь идет о ваших негативных установках, которые вы, скорее всего, не осознаете для себя в полном мире и которые определяют ваше поведение, вашу стратегию, которая, на мой взгляд, выращается в том, что вы себя обечуете, вы себя наказываете, вы себя грабите за то, что, условно говоря, вот, например, как вы пишете, плохо выполняете рабочие задачи или ругаетесь, значит, с близкими. Вот. Я так думаю, что проблемы с кожей являются тоже следствием данных проблематик ваших. То есть, ну, я имею ввиду следствием данных, ну, проблем. Вот. Значит, что? Наказывание от себя. Да? То есть, вы себя наказываете, обечуете, требуете, возможно, не ругаться с близкими, требуете, возможно, от себя самой, не ошибаться, не ошибаться при решении каких-либо задач, в частности, рабочих, да, то есть здесь идет, здесь идет речь о чем? О запрете, значит, значит, на ошибку, значит, я не должна, не должна ошибаться. Вот. Вопрос заключается в следующем. Вопрос заключается в том, по какой причине я запрещаю себе ошибки. На мой взгляд, это очень важный момент, вот, потому что он является, ну, в какой-то степени, наверное, определяющим на данный момент вашей жизненной стратегии. Как мне кажется, я могу быть ребрас, вот, вы не подумаете, я не настаиваю, но моя гипотина заключается именно в этом. В частности, еще и в том, что если вы не оправдываете своих ожиданий, да, ну, если вы не оправдываете, вот, условно говоря, того, что ждете от себя, того, что требуете от себя, то, как бы, вы начинаете, ну, значит, покрываться вот пятнами, то есть это происходит не только потому, что, ну, у вас заболевание, да, то есть понятно, что, понятно, что у заболевания могут быть свои, в данном случае, физиологические особенности, вот, это понятно, что это может быть, но, тем не менее, на мой взгляд, речь, конечно, идет не только про физиологию, но и про психосоматику. И, вот, основная проблема, это в том, что, вот, вы запрещаете себе ошибаться и запрещаете себе, ну, возможно, ссориться со своими близкими. Почему, из-за чего не совсем этот момент понятен, вот. Нужно ли этот момент разбирать? Да, конечно. Нужно ли этот момент исследовать? Да, конечно. Нужно ли вам помогать в этом процессе и гармонизировать ваше состояние, ваше положение, да? Да, конечно. То есть, я думаю, что сами вы, скорее всего, не справитесь, да, с этим. Вот, потому что вы, там, как бы любви и неровности пытаетесь собрать. Вот, это, кстати, может быть связано еще и в том числе с перфекционизмом. То есть, идея вот, идея перфекционизма может быть здесь достаточно такой, ну, достаточно серьезной. То есть, я должна быть идеальной, вот, у меня не должно быть неровностей, вот. Если у меня неровностей, то со мной, значит, что-то не так, вот. И, как бы, это я должна моментально это исправить, чтобы, ну, со мной не было что-то не так. Потому что со мной не может быть, со мной не может быть ничего, что-то не так. То есть, со мной должно быть только так, все, и я сама должна быть идеальной. Ну, опять же, это то, как видится мне этот момент, ну, вот этот момент, связанный непосредственно с вашей ситуацией. Вот, значит, что еще можно сказать. Ну, описываемый вами симптом, описываемый вами симптоматикой, показывает нам серьезное достаточно оборожение себя. То есть, ну, вы, как бы, себя, себя оборогаете, к сожалению. То есть, вы не принимаете себя, и вполне вероятно, что тот факт, что вы себя не принимаете, в какой-то степени формирует такое, вот, достаточно, эм... Жесткое, эм... Проявление, эм... Проявление, эм... На ваших, на вашей кожи, вот. Понятно, что... Это... Это... Пока что... Только... Догадки. Понятно, что... Это моя гипотеза. Вот. Но... Оживенный результат. То есть, вы находитесь в стресс... Вы стрессуетесь, что называется, да? Вы и находитесь в постоянном напряжении, на мой взгляд, не обратно так, а вот по причине постоянного ожидания от себя каких-то совершений хорошего, идеального, правильного поведения, вот, ну что вот именно я, да, я должна вести себя, там, правильно я должна вести себя хорошо, я должна вести себя идеально, вот, и если я этого не делаю, то, значит, я себя нахожусь в постоянное напряжение, которое может вливаться вот в кожу, если, по сути, если вы себе, там, грубо говоря, не даете отдых, не даете себя расслабляться, то вот это постоянное напряжение может отправляться гораздо таки в, ну вот, в такой симптоматике, к сожалению, ну, к моему большому, к сожалению. Это то, что я могу вам сказать, значит, то, что я могу умодлить, исходя из вашего сообщения. Вот. Что я сделаю сейчас ещё? Сейчас всё я прочитываю ваш текст и подробненько разберу отдельные моменты. Итак. Бесконтрольное травмирование, хоть и потом расчесывание любых нервов. Естественно, это аутогрессия, да, проявление самобеживания, может быть, какие-то навешивые мысли, навешивые идеи, значит, здесь у вас могут быть, да, то есть это вот, ну, вполне может быть похоже на, допустим, ОКР. Пугаться не стоит, всё корректируется психотерапевтическими методами, вот совсем, условно говоря, там, не обязательно обращаться к врачу, ну, хотя это сделать будет не лишним, вот, и проверить, нет ли у вас каких-то вот проявлений психо, психических, значит, заболеваний, да. Вот. Этого, повторюсь, ни в коем случае не нужно бояться, вот, это необходимо просто про, про диагностировать, да, и если выяснится, что что-то есть, да, то, соответственно, провести лечение, вот, чтобы помощь вам была оказана, оказывается максимальная, ну, то есть максимальная и… максимальная эффективная помощь, вот, чтобы не было прям такого, что, значит, ну, что у вас одна проблема соответствует, а на неё там другими способами, да, другими средствами не было. Ну, условно говоря, подходящим, да, вот, ничто не является как бы панацеей, да, ничто не является панацеей, панацеей, в том смысле, что всё решается, всё корректируется, вот, так что, как бы, условно говоря, бояться не нужно, да, вот, дальше. Честь всего проявляйтесь, когда чувствуют, как выполняют рабочие задачи. Ну, вот вопрос к вам, да, вопрос к вам. Почему вы, условно говоря, не можете выполнять свою, ну, вот, свои рабочие задачи, да, плохо? Вот, с чем это связано, что вы не можете выполнять свои рабочие задачи плохо? То есть, ну, что это значит, опять же, плохо выполнять свои рабочие задачи? То есть, это как будто бы, знаете, вот, в какой-то степени, наверное, детская позиция с вашей страной, да, то есть, как будто, вот, я ребёнок и я должна постоянно стараться зафлужить, там, условно говоря, там, похвалу, да, и, если, 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 я этого не делаю, да, то есть, если, там, опытно говоря, не зафлужило, похвалу, то это проблема. И проблема эта, ну, достаточно такая, серьёзная получается, как бы, вот, хотя, 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 по факту, да, это оценка, и вы сами себя оцениваете в, ну, вот, в какой-то степени, да, вы сами себя оцениваете, и это очень, ну, как бы, тяжело, очень тяжело постоянно себя оценивать, но постоянно основы себя оценивать, это очень тяжело, вот, а это же то, что вы делаете, вот, и, 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 и это, может быть, мешает вам, вам, вообще, нормально, естественно, функционировать, ну, как, в общем-то, субъект, как субъект, эм, эм, любой деятельности, по сути, фактически, вот, поэтому я бы сказал, что вот идея, что я могу, ну, плохо выполнить, эм, эм, рабочую задачу, да, вот идея, что я могу плохо её выполнить, она, на мой взгляд, эм, доминирует над вами, и доминирует над, эм, всем, наверное, что вы делаете, ну, что вы делаете, или что вы могли бы делать, и, конечно, никакого удовольствия нет от деятельности и так далее, и так далее, вот, ну, и, эм, соответственно, ваша, эм, задача заключается в том, чтобы, эм, чтобы спросить эм, себя, спросить себя, эм, хочу ли я что-то поменять в своей жизни, чтобы у меня было, там, как-то по-другому, да, вот, эм, какую, эм, какую цену, например, я плачу, да, за эм, то, что веду себя так, за то, что, эм, ну, вот, стремлюсь к такой модели, за то, что, эм, как бы, эм, тяготею к, эм, такой позиции, эм, вот, и, эм, соответственно, это, эм, хотите ли вы её поменять, эту позицию, да, вот, это, в принципе, один из, эм, принципиально важных, важных, эм, моментов, здесь, эм, вот, дальше, э, поругаваясь близко, смотрите, э, что такое поругаваясь близко, ну, это всё, э, э, существует, э, э, эм, ну, что, э, психология, э, э, такое, э, такое понятие, как, э, психологическая игра, э, э, психологическая игра, э, э, скандал, что происходит, э, 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 Свои чувства, люди подавляют свои естественные порывы, импульсы, стремления и подавляют, человек накапливает в какой-то степени определенный негатив. Именно накапливает определенный негатив. И дальше, когда этот негатив в какой-то степени достигает своего апогея, то человек это выплескивает. Зачастую испытываю вину после того, как произошло гублёвство. Почему вину? Здесь всё довольно просто. Дело в том, что подавление возникает не на пустом месте. То есть, если имеет место быть подавление, то, соответственно, человек себе запрещает какие-то чувства, человек себе запрещает какие-то эмоции. Вот. И когда он их выплёскивает, то нужно понимать, что ничего особо не меняется в этот момент. Когда человек выплёскивает свои эмоции, он к ним относится так же. Просто на какой-то момент он себе разрешает их иметь, их чувствовать, их ощущать. Вот. И так далее. Если вы понимаете, конечно, что я здесь имею в виду. это такой достаточно важный момент, на который вам нужно обратить ваше внимание. Вместе с тем, здесь имеет место быть страх близости, психологическая игра, скандал всегда является следствием того, что люди боятся близости, боятся, значит, какой-то открытости, да, может быть, боятся, боятся каких-то эмоциональных таких открытостей, да, боятся люди. Вот. К сожалению, это происходит. И происходит это довольно часто. Вот. С этим, к сожалению, ничего не подъел. То есть, это вот страх близости, это, эм, нет, свободное личные границы человека, вот, и, соответственно, что здесь необходимо подкорректировать. И это, чтобы, э, более, более качественно, э, человек мог, э, взаимодействовать, там, условно, с, э, с окружающими, да, с окружающим миром, вот, с окружающими людьми и собой. Ну, вот, э, в первую очередь, конечно, э, самим собой, потому что, э, если, э, человек не взаимодействует, э, сам собой, то ему чего-нибудь и будет ему, э, достаточно, э, тяжело взаимодействовать, э, с другими, э, людьми, людьми. Это, в принципе, на мой взгляд, нормально и логично. Вот. Э, э, идем дальше. Насчет, э, так, на лиценок, кстати, пьян, на последнее время он меня обоспал беспокоить, как раньше я сильно расстроил, и переставал вредить коже хотя бы, хотя бы неделю. Потом решил обратиться, обставить вот пару раз лет назад, как это проект, чтобы разобраться. Есть, конечно, э, э, ограничения, которые, э, не позволят нам это сделать и не позволят вам, э, разобраться, э, с этим, потому что, э, вы, ну, как бы, э, ограничены, э, своим, своим сознанием. Вот. В какой-то степени нужен взгляд, э, со стороны, да, и работа, ну, зная, ну, именно, вот, э, человек, да. То есть, как бы, э, именно, вот, ну, нужно, чтобы, э, человек вас, э, направлял, в смысле, сами вы, э, скорее всего, э, интерпретируете, э, то, что вы прочтете, э, э, фейвпот, э, это немножечко, э, не то, что вам полезно, мягко говоря. Вот, поэтому это стоит учесть. А, у самоанализа и самостоятельной работы есть ряд ограничений, вот, э, в частности, там, привычная модель мышления, да, привычные, какие-то мысли, вот, и так далее. То есть, это, э, ну, к сожалению, это всё, вот, э, ну, как бы, э, факты. Это всё факты, это всё правда. Вот. Мне нравится, обманывать, как бы, не имеет смысла. Вот, ну, есть, э, конечно, э, такой момент, да, как, э, интроспекция, рефлексия. Э, э, такие моменты, безусловно, существуют. Э, вот, ну, э, даже эти моменты всё равно, э, требуется разбирать несколько, э, ну, несколько не сразу, потому что, э, не всё получается отрефлексировать, да, и не всё получается отреагировать, вот, проинтроспектировать, не всё получается. Вот, к сожалению. Поэтому, э, э, я бы рекомендовал вам, конечно, э, не тратить своё время пропуск, да, и не, не вредить себе, потому что вы можете себе навредить, если будете, э, э, заниматься самоанализом. Вот. Э, э, не вредить себе, а постараться просто, э, э, найти возможность, найти время, э, э, силы для того, чтобы, э, поработать, значит, с психологом. Вот. И, поработав с психологом, вы, э, увидите для себя, э, э, новые стороны вашей проблемы, э, вот, и, э, значит, э, увидев для себя новые стороны вашей проблемы, вы, э, сможете решить, что вам делать. Вот. Э, э, не стоит бояться, э, э, психолог не будет вам ничего навязывать, вот. Наша задача просто помочь вам, э, 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 себе разобраться, наша задача просто помочь вам лучше себя понимать. Вот. А, книги этого не дают по отношению того, что, э, э, немножечко, ну, немножко не так это работает. Вот. К сожалению. Вот. Немножко иначе это всё происходит. Мимо большого, к сожалению. Вот. Э, э, вот такой я могу дать вам ответ на, э, ну, на, э, текущий момент, на текущий момент. Э, э, я надеюсь, что вы меня услышали, я надеюсь, что вам было полезно и интересно, то, что я, э, значит, ну, э, озвучил, то, что я, э, сказал. Вот. Э, э, постарайтесь, э, подумать, э, э, над тем, постарайтесь подумать над тем, э, что, э, э, я, э, значит, вам, э, скатал, вот, и, соответственно, буду рад какой-то обратной связи от вас. Э, э, желаю вам всего самого добрыма, удачи, и надеюсь, что ситуация будет разрушена.